Всем привет! Сегодня я вам покажу новые бусики, которые я сделала из своих старых янтарных бус. Дело в том, что сейчас у меня как бы вынужденная пауза. У меня закончились фермуары. Я жду новые. Ну а между делом я переделала бусики. Это была очень небольшая такая ниточка. Это галтовка янтаря. И я смотрю очень охотно канал Елены Петраковой. По-моему, правильно я назвала имя. Во всяком случае, я оставлю ссылочку на ее канал. Девушка живет в Сибири, по-моему, Красноярск. Это Сибирь. Где-то там или на севере, честно говоря, не знаю. Ну, в общем, где холодно. И она делает украшения. То есть она не только делает, она еще принимает украшения на переделку. И я очень охотно смотрю, когда она получает, вот, можно сказать, мусор творческий. И затем она из этого мусора сочиняет красивые украшения. Очень мне нравится. Девушка с юмором. Вообще интересно. Оставлю ссылочку. Если хотите, пройдитесь, посмотрите. Вот у Елены, что мне очень нравится. Вот эта вот идея, вот видите, галтовочку она сажает на пины. И затем вот сажает на один ювелирный шнур. Раньше я делала, в принципе, так. Но я делала это на цепочке. Мне не очень нравилось, потому что все это болтается. И вот я увидела, как делает Елена на ювелирном тросике. И решила сделать свои бусики тоже так. Очень мне нравится так. Получается очень так объемно, толстенько. Но так как у меня бусинок было мало, ну, вернее, у меня есть еще много бус, но они все разной формы и так далее. И вот я решила самые мелкие сделать именно так. Я посадила бусины на пины, посадила на ювелирный тросик. И вот видите, у меня ниточка получилась, в принципе, очень коротенькая. Но я не хотела наставлять, конечно же, цепочкой или там чем-то еще. Я решила дополнить стеклом. Вот эти вот бусины, все остальные, это стекло Lampwork. Но они по цвету выглядят вот точно так же, как янтарь. Вот они одного цвета с бусинками. Очень мне понравилось, красиво. Ну, я сделала немножко асимметрично. То есть у меня здесь идут вот как бы большие бусины все. Здесь заканчиваются кругленькие, пошли овальные. Немножко тут чередуются с такими темно-медовыми. И под конец я сделала три более мелкие бусины, потому что у нас вот здесь довольно-таки крупный замочек, тоггл. Он очень красивый. Вот видите, в виде цветочка. Ну, если вы сейчас не рассмотрите, я, конечно же, сделаю фотографии, ставлю в конце и вы посмотрите. Здесь для перехода я сделала вот такую вот... Оставалась у меня одна бусина капелькой. И в конце тоже кругленькая. И мне кажется, что получилось очень даже красиво. Мне очень нравится вот эта вот асимметрия. Мне очень нравится, что вот этот замочек будет впереди. Ну, в принципе, носить можно по-разному. Можно носить и вот так. Вот с одной стороны такие бусики, с другой стороны такие. В общем, на любой вкус. Можно даже этой лохматой стороной на шею, бусинками вниз. В общем, кому что придет в голову, так и можно носить. Но это я сделала, конечно же, для себя. Мои бусики. Ну, и сделала я к этим бусикам серьги. Вот первая, более длинная пара. Она у меня, в принципе, уже была. То есть, ну, я немного переделала. Я одела шапочки на бусины, потому что раньше не было шапочек. Сами вот эти висюшечки я не стала переделывать. Здесь использованы еще гвоздики, которые у меня были. Пины. То есть, это обыкновенные плоские пины. Не с головкой, шариком. Вот как на бусинках у нас здесь. И как у нас на второй паре. То есть, я немножко доработала. Я поменял также швензы. Сейчас стоят серебряные швензы на этих сережках. И вторую пару я сделала абсолютно новые. То есть, вот к этому колье. Первая пара, в принципе, у меня уже была. Она как бы была универсальная для всех бусиков. И вот вторую пару я сделала по такому же принципу, как бусы. Голтовка нанизана на пин. То есть, она неподвижная. Вот эти вот, видите, они шевелятся. Здесь вот эта вот вся часть, она неподвижная. Сверху у меня тоже бусина. Но это не бусина лампворк. Это чешская бусина. Это тоже стекло. И она слегка-слегка зеленоватого цвета. Ну, на всех сережках я сделала шапочки на бусины. И, как уже сказала, вот поменяла швензы на серебряные. Эти швензы, для тех, кто хочет знать, я заказала на Алиэкспресс. Я сейчас просмотрела все сайты, все магазины. Вот, вы знаете, я раньше заказывала здесь у нас в Германию у поставщиков. Но, как оказалось, все это было заказано ими из Китая. И они здесь перепродают. То есть, можно сразу напрямик заказать на Алиэкспресс, обходя вот этих вот поставщиков. То есть, ну, не платить или не переплачивать два раза за одно и то же. То есть, я могу купить в два раза больше. У китайцев, правда, приходится немножко ждать. Вот, фурнитуру я заказывала тоже у них. Это литая фурнитура. Это там не пластик или что. Это довольно массивная фурнитура. Она довольно-таки тяжелая, качественная и дорогая. То есть, это там ни один уэра, ни два за 10 штук. Это уже, конечно, подороже. Нужно тоже немножко раскошелиться, если мы хотим получить даже у китайцев что-то качественное. Вот, серьги, как я уже сказала, одни были, другие сделаны. Швензы с Алиэкспресс, тоглы с Алиэкспресс. Ну, и гвоздики я заказывала тоже на Алиэкспресс. То есть, вот такие мелочи, как фурнитура, фермуары, то, что нельзя купить в Германии, или то, что можно заказать в Германии, но через посредников, которые точно так же заказывают у китайцев, все это я заказываю теперь напрямую с Алиэкспресс. Ну вот, похвалилась вам. Если я в ближайшее время не получу новые фермуары, я, наверное, продолжу просматривать свои украшения, займусь какой-то переделкой, и все, что у меня получится новое, я, конечно же, покажу вам. Ну, надеюсь, вам мое украшение понравилось, и большое спасибо Елене Петраковой. Извините, если неправильно назвала фамилию. Ну, по-моему, так. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо, что посмотрели это видео. Заходите на следующее. Будет тоже интересно. Ну, а сейчас пока. До скорого свидания. Я сейчас сделаю фотографии, и в конце я еще вставлю фотографию, которую сделала сегодня моя дочь. Ребята, я сегодня выгуливала свою новую брошь, которую мне сделала Таня Кизим. Я оставлю ссылочку тоже на Танин Инстаграм. Дело в том, что у нее нет канала, но она делает очень красивые украшения. И сегодня я выгуливала своего мотылька или жука, который сделан из кристаллов Сваровски. Очень красивые. Ну, и предлагаю вам полюбоваться. Танин Инстаграм Танин Инстаграм Танин Инстаграм Танин Инстаграм Танин Инстаграм Танин Инстаграм Субтитры подогнал «Симон»